Доброе утро тем, кто проводит это утро среды в спортивном режиме. Что называется, для начала расскажу наши координаты, сайт Финам.фм и, собственно, программа на своем поле. У нас есть своя страничка. Если есть комментарии, если есть пожелания, то смело можете их туда отправлять. Телефон студии 495-65-10-99-6. Собственно, если есть вопросы, то мы тоже готовы на них ответить. До старта зимней Олимпиады в Сочи у нас остается все меньше и меньше времени. Я посмотрела на календаре, по-моему, 310 дней. Но ввиду того, что игры принимает наша страна, соответственно, эта тема так или иначе появляется не только в рубрике «Спортивные новости». Естественно, все, что касается строительства объектов, все, что касается итогов последнего предолимпийского зимнего сезона, все это интересует любого россиянина. И, собственно, вот, наверное, две темы, которые мы сегодня будем обсуждать. Это итоги сезона предолимпийского и подготовка наших объектов к тому главному событию, до старта которого все меньше и меньше времени. Сегодня ближайшие 55 минут только спорт, только Сочи. И в гостях у нас Светлана Журова, депутат Госдумы, спортсменка. В общем, человек, который, я так подозреваю, знает ответы на многие вопросы. Да, доброе утро. Доброе утро. Какая тема, какой аспект мы будем перво обсуждать? Что вам интереснее? Да, я думаю, сначала итоги года, а потом перейдем к Сочи. Давайте поговорим об итогах года, тем более, что у нас есть виды спорта, которые нас откровенно радуют. И там, где мы, в общем, можем рассчитывать на какие-то интересные результаты в Сочи. И есть те виды, которые, к сожалению, у нас вызывают некоторые вопросы. Это и фигурное катание, и в частности ситуация с мужским одиночным катанием, правильно? У нас есть с этим некоторые сложности. У нас есть биатлон, который сейчас пытается выяснить, кто же будет старшим тренером. Светлана, что скажете вы относительно вашего видения ситуации в зимних видах спорта? Вы знаете, ситуация как-то улучшилась значительно в этом сезоне, потому что даже итоги, вот если подводить по медалям, и мы берем там только чемпионаты мира такие зачетные, которые посчитало тоже Министерство спорта, что вот именно их мы включаем в зачет, то я могу сказать, что мы неплохо подходим за год до Олимпиады к сезону, который вот сейчас, рабочий сезон уже начался, можно сказать, да, вот сезон закончился, значит уже начался. Король умер. Да, поэтому, правда, еще у нас впереди чемпионат мира по хоккею, который еще не прошел, соответственно, еще может одна медаль, я надеюсь, хорошего и правильного достоинства оказаться в нашей копилке, потому что даже здесь, в этом отношении, вот когда сейчас критикуют, говорят, о, там успешный сезон, неуспешный сезон, я считаю, что достаточно хороший рабочий сезон, и что может радовать, да, что было выиграно достаточное количество медалей именно и призовых мест ребятами молодыми, ребятами, которые уже, как бы я как говорю, новое поколение, то есть уже которые не знают, что такое Советский Союз практически, да, они в нем, наверное, еще многие там родились, возможно, но они уже тренировались с другой парадигмой совершенно, они уже были на совсем других объектах, повышали свое мастерство. О ком конкретно вы сейчас говорите? О каком виде спорта? Ну, например, даже о своем виде спорта, о крикопежном, да, ну, также, кстати, фигуристы, на самом деле, там уже тоже, кроме Жени Плющенко, все остальные ребята, это очень молодые ребята, это уже другое поколение. Согласна, но 19-е место на чемпионате мира расстраивает. Это мы говорим про наших одиночников, но мы же выиграли золотую медаль в паре. Выиграли, да, это радует. И это пока наша позиция, и слава богу, что мы ее не отдаем, и действительно пара-то замечательная, и каталась очень хорошо, и тут нельзя говорить, что повезло, не повезло. Поэтому, в принципе, понятно, что в танцах нам очень тяжело, потому что ту пару, которую, две пары, которые тренирует наш тренер, она, честно говоря, ну, создала такую конкуренцию, что сейчас даже не поймешь, наши они пары или их пары, ну, с одной стороны, вроде как наш бывший тренер тренирует их, но победить их сейчас очень сложно, и несмотря на то, что третье место у нас было, и хорошая пара на подходе, но понятно, что именно в танцах нужно там выкатать. А вы имеете в виду Савченко-Шелкова, вот эту пару? Да, да, да. И знаете, просто надо выкататься, да, надо накатать, надо еще какое-то время провести, а в танцах достаточно жестко, то есть ты не можешь там вдруг как черт из табакерки выскочить и оказаться на пьедестале, это редко бывает, и практически не бывает в танцах. Порадовал наверняка конькобежный спорт, недавний чемпионат мира, да, на отдельных дистанциях? Слово, и, наверное, я рада, что мои прогнозы сбылись, потому что именно про этих двух спортсменов, особенно про Ольгу Фаткулину, я говорила еще там 4-5 лет назад. То есть она росла, росла, росла и выросла, то есть она тоже не появилась как черт из табакерки? Нет, она не появилась, и просто я говорю, все когда говорили, ну где, ну что, ну как, я говорю, слушайте, ну вы что хотите? У нас вид спорта достаточно поздний, и человек вдруг что, в 20 лет вам должен сразу после выигранного чемпионата мира среди юниоров вдруг войти в элиту конькобежного спорта? Ну так тоже не бывает, это должно пройти какое-то время, и так в 23 года это молодая, очень юная девушка для выигрыша чемпионата мира по конькам. Перспектива есть, у нее большая? У нее есть большая, так она у нее была и в 19 лет, когда ее первый раз там в 18 увидела, поэтому на самом деле просто она реализовала, молодец, весь свой потенциал. Кстати, девчонка, и об этом, наверное, там не знаю, стоит говорить или нет, она сирота, во-первых. У нее нет родителей, она жила с бабушкой, с братом, она очень целеустремленная, она очень такая, просто молодец, и были какие-то нюансы, тренеры подрихтовали это, знаете, подрезали чуть-чуть что-то, что не нужно, что-то добавили, да, и сделали, просто как-то, знаете, вот молодежи там всякое бывает, особенно, знаете, когда ты выиграл чат мира юниорский, оп-ка, и сразу тут крышу-то снесло, и я такая звезда, тем более, действительно, она после того, как как бы там и я ушла, она, наверное, в спринте была вот лидером, но еще ничего не добившимся. Теперь наконец. А чувствовала, что, и вот теперь, как бы, знаете, тут надо момент такой, что ты должен это перебороть. Вроде, да, в стране ты, конечно, лучший, и это, наверное, отлично, но ты же должен быть лучшим в мире. И вот этот момент, мне кажется, какое-то время, возможно, там, ну, не давал. То есть, знаете, вроде лучший, а не лучший, да, то есть, и вот Ольга просто справилась с этим совсем, и теперь она реально лучшая в мире на тысячи метров, она ее выиграла. И Денис Юсков, который тоже имел там определенные проблемы в парня, впряглись в парня, за парня заступили свое время, вытащили его из каких-то там, скажем, не самых лучших историй. И просто это доказало, что надо бороться за таких ребят. Вот какая-нибудь ситуация. Вы верите в то, что эти ребята смогут также отлично выступить не только на мире, но и на Олимпиаде? Это ведь другая психологическая атмосфера, обстановка. Если бы им не было 23 года, я бы сказала, что есть вопросы там, да, там, наверное, было бы тяжелее и так далее. А то, что они молодые, в любом случае, они получили заряд, заряд такой, знаете, победителя, да, на своей Олимпиаде, будет Олимпиада, в своем городе Сочи-то выиграл чемпионат мира. То есть, это психологически, конечно, невероятные плюсы. И они уже даже тренироваться, я думаю, будут совершенно с другим настроением весь этот год. Главное, чтобы не перестарались, да, вот всегда. Отличный враг хорошему, поэтому тут же надо быть немножко так поаккуратнее. Я думаю, что они смогут, и там же и Ваня Скобрев, который забывал две бронзовых еще медали. Но Скобрев пока это наше все, несмотря на то, что у нас есть молодые, талантливые. Это стабильно, ты знаешь, что какая-то медаль у Вани будет, да, там. То есть, а вот то, что у него может быть и золотая, я тоже в этом не сомневаюсь. Хотелось бы. Ну, смотрите, мы с вами худо-бедно сказали, что у нас есть фигурное катание в более-менее приличном состоянии, да. Может быть, там, девчонки наши одиночницы, может быть, та же Туктамышева, да, она, в общем, за год от этого растет. У нас есть неплохая ситуация в конькобежном спорте, но у нас есть наверняка хорошие шансы в скелетоне или в бобслее. Там есть и Третьяков, и Зубков, в общем, люди, которые с именами. Что касается самого проблемного и, как мне кажется, самого любимого народа. Биатлона. Биатлона, да. Вот расскажите мне, что мы будем с этим делать? Потому как новостей было много, и все они с приставкой минус, когда шел тот же чемпионат мира и ни одной медали. Обидно то, что мы же радовались по ходу сезона победам на Кубках мира. А они были. Если бы их не было, тогда, наверное, была бы катастрофа, и мы бы сейчас, ну, во-первых, Пихлера, наверное, убили бы. Сразу придушили бы. Он жилее всех живых, мне кажется. Да, и весь тренерский состав. Но они же были победы. И вот, например, сказать, что что-то там совсем тотально плохо, вроде как и невозможно. Что-то был провал какой-то вот такой вот, наверное, многим непонятно именно на чемпионате мира. Это был психологический провал, то есть может быть, да. Когда, вот знаете, не получается, не пошло так не пошло. А оно конкретно не пошло. И начинается уже вот такая вот погоня. Надо же медаль. А ее нет. А как на нас посмотрят? На уровне паники. А как на нас посмотрят? А ведь итоги сезона именно учитывались работы федерации именно по этому чемпионату мира, а не по Кубкам мира, там, совокупно, там, например, да. Потому что, в принципе-то, ребята, так вроде как и по местам в Кубке мира в итоговом неплохо выглядят. И действительно были яркие, правда, победы командные, индивидуальные. То есть, в принципе-то, все есть. И вот в этом отношении, ну, вот мне кажется, что нельзя там списывать биатлон. В любом случае, мы опять же понимаем, там есть и плеяды, и молодых ребят, и они достаточно сильные, и наши мужчины, может быть, даже чуть сильнее, чем девчонки. Вот. И я думаю, что биатлонисты должны все равно забывать свои медали, тем более у них их много. Ну, хотя бы одно сможем. Их много. И я думаю, что они сделают определенные выводы в этом году. У них есть такая возможность, я уверена. Хотя, да, норвежцы сильны. Что тут говорить. А что касается тренера нашей сборной, как вы относитесь к перспективе того, что придет на смену какой-то не самый, может быть, опытный или человек, у которого всего, на смену Пихлера, я имею в виду, всего остается меньше года, меньше сезона для подготовки? Вот это вот тяжелый момент, и я на месте президента федерации, на месте того же Кущенко, честно говоря, вот не знаю, что решилась бы убирать того же Пихлера или настояла на том, чтобы он остался, потому что с ним же был и успех, да, и делали бы это только в Пихлере в одном вопрос, да. Я вчера читала его интервью, достаточно интересное, да, и просто человека, например, удивительно. Я-то тоже где-то так считаю, да. Вот он, например, считает, что перекормили деньгами, вот, да, и он говорит о том, что вот слишком много денег получают ребята. И это плохо. Нашу тему и биатлоны в том числе продолжим через две минуты. Мы возвращаемся в студию, у нас сегодня с утра жаркая дискуссия относительно наших планов, в том числе и олимпийских, на зимнюю Олимпиаду в Сочи. Сегодня мы обсуждаем и строительство объектов, и то, в каком состоянии, что касается инфраструктуры, мы подходим к этим играм. У нас в гостях Светлана Журова, депутат Госдумы, спортсменка сама. Светлана, заговорили мы с вами про наши медали, возможно, и подсчитываем так теоретически. Что будет? Скажите мне, пожалуйста, вот не так давно президент нашего Олимпийского комитета Александр Жуков поставил задачу выиграть 10-14 медалей. Виталий Леонидович Мутко сказал, что это слишком много, давайте будем пятыми-четвертыми. Потом сказали, что 10 медалей это все равно много. В общем, какая-то такая сумбурная обстановка с тем, сколько мы должны. К чему мы реально готовы? Поставим вопрос по-другому. Я скажу следующее. Я хочу похвалить Александра Дмитриевича Жукова. И как президент Олимпийского комитета он делает все правильно. Потому что, наверное, Виталий Леонидович Мутко как чиновник понимает, что с него-то стружку снимут в случае чего, если он сейчас скажет 14, а потом завоюем, ну, гипотетически 3. Я так фантазирую. Почему же гипотетически? Такое у нас уже было. Да, у нас такое было. И я понимаю, что он, ну, наверное, ему тоже он помнит эту историю с Ванкувером, и поэтому понимает, что потом выйдут люди с плакатами и будут говорить Мутко в отставку. И здесь Александр Дмитриевич Жуков, он должен быть оптимистом. И вот, знаете, должен быть плохой и хороший, да? Он, наверное, оптимист, и который будет пинать всех. Вот пусть Виталий Леонидович пинает всех спортсменов и говорит, да вы ничего не можете, вы там тряпки, там вот такой плохой тренер, да? А Жуков будет оптимистом, который будет говорить, что нет, все будет отлично, вы молодцы, вперед, только так. Возможно, знаете, в любой команде и в спорте, наверное, так должно быть. Но я буду все-таки на стороне в этом отношении Александра Дмитриевича Жукова, потому что я не совсем чиновник, я депутат. Вы спортсменка. И я говорю так, что надо, и всегда буду говорить, говорила во всех своих интервью все это время, спортсмен, олимпийские игры должен ехать только за победой. Кроме первого места для спортсмена не существует ничего. А вы знаете спортсмена, который едет туристом туда? Вот, ну, кстати, вот поэтому я не понимаю наших болельщиков, которые сейчас обсуждают и говорят, да нет, ну, конечно, мы завоевываем всего там одну медаль, да? Да нет, мы сейчас должны говорить, что мы завоевываем максимальное количество. 14 для победы нужно, значит, 14. Вы послушайте, для того, чтобы так говорить, нужно иметь под собой какие-то реальные основания. А не надо никаких оснований иметь, когда ты едешь на олимпийские игры. Сколько раз в своей жизни я видела, когда у человека не было никаких оснований для того, чтобы хотя бы что-то выиграть на олимпиаде, и даже занять, скажем так, 10 место, и вдруг человек выигрывал. Я это видела слишком много раз, да? И этот пример совершенно замечательнейшим шортовиком, когда все упали во всех предварительных, полуфинальных, финальных забегах он выиграл. И так далее. То есть это было столько раз, что я смею предположить, что гарантированное количество медалей, которые уже у нас есть, плюс негарантированное, может дать совершенно любой результат. Причем, кстати, канадцы те же за год до Олимпийских игр, как в Ванкувере, у них было итогом года 7 медалей. Вот практически как у нас сейчас. И они выиграли 13. То есть они за сезон добавили еще 5. Только за счет домашних стен, за счет того, что их поддерживала вся нация, их поддерживал каждый житель их страны. И люди, было все равно, выиграют ли они 13 медалей или выиграют они одну. Они знали, что каждая медаль – это их медаль, их страны. А вы уверены, что наши люди будут также доброжелательно относиться? Нет, к сожалению, нет. А я призываю сейчас, в том числе вот в эфире, чтобы мы доброжелательно относились до последнего дня Олимпиады. А вот как Олимпиада закончится, вот здесь со всей пролетарской ненавистью мы обрушимся на наших всех тренеров, спортсменов, функционеров. Будем анализировать, почему там получилось так, не получилось это, почему не использовали ту возможность или эту. Но сейчас, в данной ситуации, мы должны затачиваться на максимальный результат, мы должны мотивировать на это наших спортсменов и не говорить, да вы вообще ничего не можете. Да, на каком-то этапе, для того, чтобы разозлить, может быть, что-то нужно так говорить, но в целом мы должны все понимать, что мы идем вот к максимальному результату. Светлана, смотрите, такая ситуация была ровно 4 года назад в Ванкувере. Мы хотели одно, получили ничего и начали, естественно, выяснять, кто виноват и начали наказывать. Мы в итоге сейчас не получим продолжение, вот то, о чем вы говорите, той же ситуации, мы захотим опять все, опять не получим ничего. Мы что-то сделали для того, чтобы ничего не получить? Конечно, сделали, и вы сейчас спросите любую федерацию, вот сейчас претензий ни у одной федерации государству быть вообще не может. Потому что вот если там в Ванкувере могли сказать, там, лыжи не той смазки, дали не ту смазку, не дали денег, покупали за свои деньги. Там, саночники говорили бы, что там нам приходится самим там в гараже что-то делать, хотя частично, возможно, они и так продолжают делать, потому что те технологии, которые есть, такие индивидуальные, они подразумевают это. Там, конкобежцам что-то еще не сделали. То в этом году, вот, сезон особенно до Олимпии, никто даже не посмеет сказать, что что-то государство для них не сделало. Или спонсоры не сделали, или Олимпийский комитет не сделал. То есть сейчас... Вы сейчас говорите как чиновник, как депутат Госдумы, который за это отвечает. То есть вы уверены в своих словах, все сделали, все деньги, которые вы хотели отдать, вы отдали. Да, это абсолютно правда, и я думаю, что никто, правда, ни один спортсмен сейчас не скажет, что что-то не так. Даже, наверное, как говорю, опять же, когда мы ушли на рекламу, даже тот же Пихлер говорил, что слишком даже государство финансирует. То есть это может демотивировать спортсменов. И, вы знаете, вот, я всегда считала, что у спортсмена должна быть морковка, как у Ослика. Он бежит, да, перед ним морковка, и он знает, выиграл медаль, ух, как много получил. Смотрите, вот прямо с сайта вопрос у нас от Ивана. Как правительство будет стимулировать спортсменов? Опять квартира и машина, может, лучше пообещать построить места для тренировок? А спортсмен очень эгоистичен. Он эгоцентричен, я бы сказала. Он, конечно, наверное, очень хочет, чтобы в стране все это было построено, но это не за счет того, что он выиграл свою медаль. И он должен получить вознаграждение. Надо не забывать, что если мы сравниваем вот эти вот траты, так называемые, государство на спортсменов и вознаграждение, там, квартиры, машины, деньги, то во всех остальных странах просто другая система. Мы, возможно, после окончания Олимпийских игр в Сочи тоже должны будем переходить к такому более рыночным отношениям. Имеется в виду, когда спонсоры это все компенсируют. У нас пока все это государственное. У нас государство, у нас спонсоры не заинтересованные. Причем самое удивительное, что у нас спортсмены зачастую имеют контракты спонсорские с иностранными компаниями за две копейки. Просто две копейки, да, там, две тысячи долларов за год, да, например, там. И бегают в рекламе обвешанные все. Мне смешно, у нас даже, наверное, какая-нибудь компания Рога и Копыта за две тысячи долларов на чемпионате мира рекламу, наверное, спортсмену бы своему могла бы предложить. А как может мотивировать государство к тому, чтобы люди вкладывали свои деньги? Вот у нас был представитель автоспорта Данил Мове, да, он говорит, что автоспорт это прекрасный способ для того, чтобы прорекламировать свою компанию. Да, в России. Но никто же не идет. У нас нет автопрома, к сожалению, того в России, который бы рекламировался. Хорошо, у нас есть конькобежцы прекрасные, у нас есть хорошая хоккейная команда. Дай бог, все у них сложится и в Сочи. Почему? Люди не хотят вкладывать. Если в хоккее как раз все в порядке, у нас, конечно, проблемы больше с такими видами спорта, которые якобы не считаются популярными. Там те же коньки, да, те же сани какие-нибудь и так далее. То есть тот, кто как-то вот, ну, знаете, вот все-таки там же система какая? Там, во-первых, налогообложение другое спонсора в связи с тем, что он участвует в такой, является партнером в спорте. Поэтому мы к этому еще там должны прийти, нет. У нас пока это такая обязательно принудительная ситуация, когда, если это что-то такой спонсор, не понимает, где он от души делает, а где его попросили очень хорошо. Поэтому вот эти правила игры, они не совсем зачастую будут понятны. И когда они непонятны, то, соответственно, человек говорит, а зачем мне это надо? Я лучше, там, еще у него детский дом, еще у него еще какие-то обязательства. И он в совокупности всех факторов говорит, слушайте, ну, спортсмены как-нибудь и перебьются, да, я вот лучше детскому дому отдам деньги. И, кстати, он, может быть, в какой-то степени возможное право. Но есть какие-то специфические спонсоры, которые, возможно, и должны только работать со спортсменами. Ну, в мире зачастую это те же страховые компании, как с биатлоном работает страховая компания. Так и во многих именно странах, это банки, страховые компании. То есть вот там, где нужна такая айтишная компания, которые тоже нуждаются в рекламе. Те же, опять же, автопром, да, то есть те же там, не знаю, не буду их называть, но компании, которые автомобильные. Поэтому в этом отношении вот у нас хотелось бы тоже этого, но хотелось бы, чтобы свои какие-то были все-таки. Не только иностранцы приходили к нам и рекламировали здесь. Люди, милые, приходите, давайте денег поднимать совместными усилиями. Ну, в этом отношении у нас, получается, там спонсоры телефонные компании, которые там... Ну, они сейчас все, опять же, понимаете, у нас сейчас ситуация какая? У нас очень такая необычная ситуация. У нас реально спонсоры практически не могут сейчас помогать спорту высших достижений, потому что они все ушли в Сочи 2014. Они являются или национальными спонсорами. А раз они являются национальными спонсорами Сочи, то они практически не могут быть спонсорами ничего другого. Но имеется в виду в спорте. Да, они могут, опять же, помогать детским домам, но уже в спорте они могут делать это очень аккуратно. И не всегда там, где это связано с Олимпийскими играми, к сожалению. Но эта ситуация ровно до того, как Сочи закончится. Закончится, она закончится. Давайте вернем все еще ненадолго к нашим медальным планам. У нас есть виды спорта, где мы можем на что-то претендовать. И есть, к сожалению, та категория видов горнолыжных, скажем так, где у нас, может быть, не такие высокие шансы. Вот что мы делаем в этом направлении? Есть фристайлы, есть хавпайпы. То, где мы пока только смотрим. Ну, фристайли мы не только пока смотрим. У нас есть медали. У нас есть, ну, все-таки и там вроде как у нас более-менее. Причем у нас там есть еще натурализированный американец, ну, натурализированный, потому что женился на нашей девочке, тоже фристайлистке. Поэтому здесь у нас как бы есть моменты положительные, и фристайл на удивление вот как бы нас радует. А если говорить про горнолыжный спорт, то, конечно, после Светланы Гладышевой и вот той команды Гладышева-Зеленская у нас как бы, в принципе, успехов-то больше не было. И последняя медаль, да и практически единственная серебряная медаль на Олимпиаде, это была у Светы Гладышевой в 94-м году в Лилихамаре. Все, да? И вот... Ну, прошло-то всего лет. И вот это была какая-то, знаете, это был там всплеск, наверное, да и мир был, может быть, чуть-чуть другой, да? И горные лыжи были немножко тогда тоже другие. Сейчас вот со строительством инфраструктуры, у нас же никогда не было инфраструктуры. То есть вообще за историю России и Советского Союза первый раз, три года назад, были проведены первые международные соревнования по горным лыжам в Сочи, на Красной Поляне. Это был Кубок Европы, потом на следующий год был Кубок Мира. То есть вот это говорит о том, что, правда, у нас вообще не было инфраструктуры. Кстати, вы знаете, да, что и чемпионата мира по лыжным гонкам у нас в Советском Союзе, в России никогда не было. Теперь мы можем это сделать, вот никто не поверит, да, за всю историю лыжного спорта у нас не было чемпионата мира. Странно, да, вроде как Кубки Мира были, а вот такого полноценного чемпионата мира у нас не было инфраструктуры, которая позволяла бы это сделать. Поэтому мы ее сейчас, конечно, получили в Сочи полностью, и поэтому говорить о том, что, скорее всего, появятся ребята, дети, просто нужно заниматься там спортивными школами, чтобы там катались. Сейчас, знаете, и в Челябинске, вот в том же Магнитогольске очень неплохая база для того, чтобы готовить ребят. Поэтому это же должно быть с рождения, посмотрите, они рождаются в лыжах. Ну, собственно, для того, чтобы получать какие-то награды, уже будучи там в 25-летнем возрасте, в любом виде спорта, нужно приходить в зал, когда тебе 7-8, и ты уже много, мне кажется, начинать-то нужно. Вы знаете, нет, тут тоже, вот я, наверное, там, я бы сказала, что встать на лыжи или на коньки надо рано, но это не значит, что надо очень серьезно тренироваться, как, совсем как у нас происходит, да, зачастую. У нас уже ребенок там, не знаю, в хоккее, в фигурном катании, в 5-6 лет он уже такое творит, что не страшно становится, потому что наши родители бегут быстрее, чем дети, и подгоняют их палкой, такое ощущение, чтобы вот он был лучше уже в этом возрасте. Светлана, у нас есть буквально 30 секунд до новостей, один короткий вопрос, один ответ. Вы приветствуете, когда спортсмены меняют гражданство? Как это получилось с Виктором Анном в шорт-треке? В случае с Виктором Анном приветствую, во многих других нет. То есть шорт-трек должен поднимать, ну, в данном, это дисциплину, должен человек поднимать, у которого есть опыт, который вообще много. Не просто опыт, это трехкратный олимпийский чемпион, 20-ти, по-моему, там, или 19-ти кратный чемпион мира, внесенный в рекорд Ду Гиннесса, это история. Это для нас хорошо. Да, это для нас хорошо. Вернемся к спорту. В Москве 11.31, программа «На своем поле». У нас сегодня в гостях депутат Госдумы и спортсменка Светлана Журова. Сегодня мы обсуждаем Олимпийский Сочи, в том числе и наши медальные планы на Олимпиаду в следующем году, обсуждаем мы строительство инфраструктуры. Мне кажется, мы подходим к самой такой болезненной теме, потому что и комментарии есть на нашем сайте, и мы проводили дискуссию. Мы спрашивали у наших читателей, опасаетесь ли вы того, что Россия не успеет подготовиться к Олимпиаде в Сочи. Потому как так или иначе приходят сообщения и непосредственно с места строительства, где видно, что нет, например, дорог, не готовы какие-то спортивные объекты, не готова Олимпийская деревня. Есть какие-то съемки мобильных репортеров, люди, которые непосредственно там бывают, говорят, ребят, все там на самом деле плохо. Светлана, вы были там давно, что там происходит на самом деле? Ну, я там была до 23-24 марта, и могу сказать одно, просто эти люди не были на других Олимпийских играх и не видели, как там строится и что там за год обычно бывает. А я была, я была на пяти Олимпийских играх, не считая там уже как зритель на других, но именно непосредственно как спортсменка, который участвовал в тестовых соревнованиях за какое-то время до Олимпийских играх. Причем это всегда было за три, за четыре месяца, ну, в основном это было три, два месяца. Так вот, за два, за три месяца, например, в том же Турине, я думала, что Олимпиады на нашем катке вообще не состоится. То есть это просто невозможно. Это стандартная практика. А? Это стандартная практика, когда... Да, в последнюю минуту все делают... Вспомните Афины, когда стадион открытия не был готов, там практически за две недели до открытия, и все думали, ну все, катастрофа. А вот в Турине, я правда говорю, каток туринский, не было дороги за два месяца до того, как начиналась Олимпийская игра. Не было трибун на стадионе, не было много чего, и мы были в ужасе, мы говорили, это как вообще такое может быть? Половина дорог в Турине в том же была недостроена уже перед самыми Олимпийскими играми, и я помню, как люди добирались на биатлонные, на лыжные трассы часами и пешком в грязи. То же самое было в Ванкувере, когда они построили дорогу, которая шла к стадиону биатлонному, потому что они подумали, что будет снег, выпадет и припорошит все. И вот этот гравий не припорошило. То есть я могу сказать, что это по колено в грязи, все зрители шли на этот стадион, но все были рады, довольны, и никто на это не обращал внимания. Я понимаю, к сожалению, что если это будет в России, на это все обратят внимание и будут, конечно, кричать и говорить об этом уже за год до Олимпиады, еще год. То есть мы уже говорим о том, что это невозможно. Если это было бы не Сочи, когда это все-таки теплый край, и где и сейчас можно строить, и достраивать можно осенью будет, и, понятно, лето впереди у нас, тогда, наверное, я бы очень сильно опасалась. И вообще эта авантюра была бы однозначно нереализуемая. Как хорошо вы сказали по поводу авантюры и проведения в Пятых Сочи. Я бы сказал, что она бы казалась авантюрой, но так как все-таки Сочи можно строить и зимой, то, конечно, то, что там с нуля начали строить, это понимал и мог, он же тоже риски оценивает. У них же тоже есть свои эксперты, которые эти риски оценивали при тогда, когда мы заявились на Сочи. Что хочу сказать по спортивным объектам. Вот здесь вообще переживать нечего. Все спортивные объекты готовы, все тестовые соревнования на них проведены. Вот в этом отношении никаких вопросов быть не может. Что не достраивается сопутствующая инфраструктура, это нормально. Олимпийская деревня не готова? Нет, ну Олимпийская деревня будет готова вот ее строить, что там Олимпийскую деревню. А хотите сказать, в Турине. Олимпийская деревня не готова. На бетонном полу, без какого-либо вообще практически кафеля, да, мы жили в Олимпийской деревне. А в Лилихамаре, например, мы жили в бараках. Классно. Поэтому были в тюрьме, кто где. Поэтому на самом деле, говорить о том, что, понимаешь, никто в тюрьму или в бараке спортсменов не разместит. Но то, что это будет готово к открытию, просто самые интересные сроки, да, например, по той же Олимпийской деревне, она должна была открыта быть летом. Вот. Этого не произошло. Но что ее откроют к Олимпийским играм, я уже видела. По крайней мере, Меретинская Олимпийская деревня уже отстроена, делается отделка. Мы сейчас об этом поговорим. У нас есть телефонный звонок. Я напомню для тех, кто слушает нас, что называется, в прямом эфире 495-65-10-99-6. Вы можете нам звонить и задавать вопрос Светланы Журовой. У нас на линии Анастасия. Добрый день. Наталья, Светлана, добрый день. Добрый день. На самом деле, я хотела узнать... У меня такой вопрос формировался по поводу того, что будет после проведения Олимпиады, потому что в Сочи они не очень подходят для зимних видов спорта. Неправда. Неправда? Я вам сейчас расскажу и не поверите мне, наверное. Я просто была в Сочи, но, видимо, я была летом, поэтому мне сложно... А вы знаете, что конкобежцы, горнолыжники, саночники, бобслисты, все всегда тренировались в Сочи в мае и в сентябре. Каждый год, многие-многие годы. Мы приезжали туда, начиная с детства. И уже будучи вот к подготовке к Турину, два месяца перед Турином я готовилась в Сочи. В мае и в сентябре, будучи зимником. Вы знаете, я надеюсь, что Сочи нам очень подойдут, потому что я очень болею за свою страну. Но я на самом деле хотела узнать, что вот какие-то объекты же олимпийские, они достанут Федерациям спорта, а какие-то сейчас, насколько я знаю, пытаются забрать чиновники. Там весь вопрос идет о рентабельности этих объектов. И мне интересно, просто достанется ли что-то нашей Федерации, и сможем мы ли действительно, как сказать, подтянуться в определенных видах спорта, как это изначально лоббировалось. Спасибо, Настя. Вот тут такое спасибо за вопрос. Дело в том, что история наследия, использование постолимпийского объектов, она очень важна. И в заявке, в которой мы подавали, еще будучи заявкой, вот эта глава, она принципиально важна для МОКа. Чтобы потом не простаивали. Да, они смотрят, потому что, ну правда, есть опыты отрицательных использования олимпийских объектов, когда не знали, что делать в Сиднее. А и Пекинский стоит в водяной куб, никому не нужный. Они не знают, что делать там с многими объектами, например, в том же Афинах, который там привел, говорят, к кризису какому-то определенному из-за того, что не нужно было такое Греции, богатство в объектах. А ну, например, в том же Калгари 88-го года идеальное наследие. Вот просто вот идеально. Вот мы на него смотрели, когда писали книгу, а я же участвовала в написании книги в том числе, и мы посмотрели, вот как вот надо. То есть этот опыт, он есть частично в сочинском наследии. Это, например, Олимпийский университет, потому что на базе Калгари сделан университет. Он не спортивный, он просто университет, кампус, все спортивные объекты используются для университета, которые были на зимних Олимпийских играх, но они используются полностью для университета. Здесь мы тоже говорим университет, подготовки кадров топ-менеджеров спортивных и топ-менеджеров, управляющих спортивными объектами, чего нам, кстати, очень не хватает в стране, потому что объектов строится сейчас много и в регионах, и везде, и не все люди эти понимают вообще, как им им управлять надо, эффективно управлять, чтобы они были окупаемыми, чтобы они были заполненными и так далее. Что касаемо в Сочи, да, ряд объектов будет перепрофилирован. Это тоже нормально. Вот, например, конкобежный каток, уже, ну, могу сказать, что единичное количество стран, которые конкобежный каток оставляют. Не нужно в таком количестве просто? Просто есть страны, которым просто в этом месте этот каток не нужен. Было в Альбервилле, его перевезли в Японию, не поверите. Они его продали вместе с оборудованием, перевезли в Японию. Это возможно технически? Он тогда был открытый. Технически было возможно тогда, он был открытый каток. Соответственно, в Турине каток стал выставочным комплексом экспо, как и будет и у нас в Сочи, потому что у нас много форумов в Сочи проходит, тот же киномический форум, где вот это все пространство будет использовано под экспо. У нас теперь в Сочи после Олимпиады будет третья столица, после Москвы и Петербурга. Все будет там. А ее и так уже частично считали, особенно вот такой, знаете, презентационной. Действительно, это красиво, это на берегу моря. Вот это правда для даже экономических форумов, это очень красивое место, вот Олимпийский парк, эти объекты, где это все будет потом в дальнейшем проходить. Но все эти Олимпийские объекты построены в субтропиках, там, где природные явления и стихии. Они, к сожалению, не исключаются. Последнее видео, которое пришло из Сочи, снято, конечно, трясущейся камерой, тем не менее, когда заливает все, включая дороги построенные, включая какие-то там заграждения бетонные. У нас был Николай Валой в гостях, он говорит, ребята, там все хорошо, там бетонные заграждения. Ровно через три дня появляется видео в интернете, когда водой залило все, снесло половину из построенного. Ну, до объектов все равно же не дошло, там построенная, имеется в виду, защита. Но защиту, понятно, будут, я знаю эту историю, там, видимо, будет, не знаю, будут ли там уголовные дела, потому что качество к защите, которая там была сделана, ну, это вопрос уже по прокуратуре и к следственным органам, проверить, что там произошло и почему она так легко разрушилась. А так в целом, да, но это можно говорить где угодно. Может где-то тряхнуть, да, и землетрясение там, не знаю, там какого-то количества баллов, которые никто не ожидал, хотя понятно, почему там, например, в Сочи там объекты более дорогие где-либо, потому что сейсмика, потому что какие-то нюансы по почвам и так далее. Поэтому, конечно, увеличилось там количество денег потраченных. Вы дошли до самого сложного вопроса. Давайте вот еще просто закончу с объектами, с наследием. То еще очень важный момент, который был несколько дней назад на совещании у Владимира Владимировича Путина, по поводу базы, причем не просто детско-юношеского спорта, а такой спортивно-образовательной базы, которая рассчитана не только на детей, занимающихся серьезно спортом, но и вообще на детей, которые увлекаются, в принципе, физической активностью и спортом. То есть это будет еще такой вот определенный центр. Я совершенно, вы знаете, вот честно думаю, что к этому все равно мы придем. В этом есть необходимость. И просто вопрос, это денег. И сейчас, если кто-то заявит об этом, скажет, вы что, совсем с ума сошли? Мы и так на Сочи столько потратили. Давайте там, может быть, через какое-то время вернемся к этому вопросу. Я считаю, что в горном кластере, в горной вот части Олимпийского комплекса, в Красной Поляне, должно быть училище Олимпийского резерва федерального уровня. Для вот как раз горных всех видов, для саней. И, кстати, знаете, с удовольствием бы, я думаю, что какая-то там часть фигуристов и вот те, кто есть объекты внизу в Амеретинской долине, они бы жили там, потому что это 900 метров. Это очень комфортно, комфортно жить в этих условиях круглогодично. И выезжать на тренировки. То есть вот это такая хорошая база. И там бы, кстати, она была востребована многими другими. То есть приезжали бы туда сборы и так далее. То есть, конечно, там должна быть еще история все-таки спорта высших достижений. А не только что на один месяц люди приезжают и там тренируются. А все-таки еще такая пролонгированная долгая история школы Олимпийского резерва для вот особенно, я бы говорила, про те же горные лыжи. Вот это было бы очень полезно. Вы сами затронули эту тему. Теперь будем разбираться. Мне кажется, что ни одна Олимпиада, даже проводящаяся за пределами нашей страны, не вызывала такое количество скандалов. Что касается использования денег... Мы просто не знаем. Точно не знаем. Мы просто не знаем. Потому что наши же СМИ не писали о том, как происходило это в других странах. В Китае расстреляли потом. Мы узнавали, когда уже потом по скриптам Олимпиада закончилась. И все вот эти информационные потоки до нас тоже доходили. В Китае расстреляли, в Сиднее посадили. В Афинах там еще что-то было. Вы хотите сказать, что воруют точно так же в любой стране? Конечно. Смотрите, сообщение от Ивана. Отец моей невесты, замначальника информационной безопасности комитета организации Олимпийских игр. Он говорит, что такого количества денег, которые уже украли и которые украдут, очень велико. Есть опасения, что мы провалим организацию. В спортсмена верю, а вот в организацию нет. Какое ваше мнение? Ой, я надеюсь, что... Опять же, организация что? Организация самих игр? Конечно. Ну, провалить не провалим. Будут, конечно, какие-то моменты. Я не скажу, что, может быть, все идеально. И где-то какие-то... Для нас это вообще впервые. И на тестовых соревнованиях очень много было что отработано. И уже вот все нюансы, которые, может быть, до этого говорили, что 100% провалено, несомненно, отработаны на тестовых соревнованиях. Соревнования еще будут идти. У нас таким объемом, например, там, не готовы были студии, не готовы были какие-то службы. Просто вот поэтому, вот именно поэтому, мы же все это прекрасно понимали. И правильно говорит Иван о том, что есть опасения, что там мы не готовы. Поэтому все проведено за год. Вот если бы мы это все, как остальные страны, делали за два месяца до Олимпийских игр, а обычно все стараются так. Знаете почему? Почему? Не пускать объект этих спортсменов заранее. То есть мы сейчас открыли двери всему миру и сказали, ребята, вот ваши объекты, приезжайте на них, тренируйтесь и так далее. Тогда где же наши 30% медалей, которые помогут? Ну, слушайте, но зато другой момент. Мы можем отработать это все, потому что мы же в чем больше заинтересованы, наверное, тоже не опозориться в проведении Олимпийских игр. Мне кажется, что вот этого опасается больше всего. Слушай, а? Больше всего опасается, что мы провалимся. Поэтому мы это прекрасно понимали. И я понимаю Дмитрия Чернышенко, как ему, наверное, в принципе, все равно, как будут готовиться спортсмены. Это не его полномочия и не его зона ответственности. Его зона ответственности, как будут проведены Олимпийские игры. И поэтому Дима Чернышенко в свое время правильно сделала в заявочной книге. Мы все настоялись, что все соревнования провести за год, чтобы все объекты были за год сданы. Наш русский авось здесь не прокатит. И вот в этом отношении было все правильно сделано. Поэтому мы сейчас можем все поправить. И судей подготовить, которых не хватает, волонтеров лучше подготовить и так далее. У нас оптимистичная в гостях гостья, Клана Журова. Мы вернемся в студию к обсуждению спортивных Олимпийских планов через две минуты. Наш сайт Финам.фм. Вы можете выбрать программу на своем поле, оставить свои комментарии. Вы можете позвонить нам в студию. 495-65-10-99-6. Сегодня обсуждаем очень бурно. И благодаря Светлане Журовой все-таки с позитивной точки зрения говорим о том, что нас ждет ровно через год на Олимпиаде в Сочи. Возвращаясь опять к дискуссии, которая у нас проводится на портале. И, в общем, могу вам сказать, что ничего позитивного, практически из 90% комментариев на дискуссии, и успеем ли мы подготовиться к Сочи, не получается позитивного. Все время люди вспоминают про коррупционные скандалы, вспоминают эту историю с Белаловым, с его, собственно, вот этим увольнением. И возмущается, почему человек, который виноват, который положил в карман свой или еще с кем-то поделился, всего лишь ограничился увольнением. А можно узнать, а что он положил в свой карман? Что он положил? Ничего он не положил, трамплин стоит, работает. Это, кстати, единственный трамплин в России, который получил сертификат Международной Федерации. У нас ни один трамплин в России не сертифицирован. Но цена трамплина? Да цена трамплина как была, чуть-чуть она удорожалась. Там удорожалось совсем другое. То, что я не должен, на самом деле, насколько я знаю, строить был Белалов. Это дорога, укрепление. Это не входило в полномочия его. Но это уже как бы история. И то, что, наверное, это пример просто того, что все должны там 250 раз подумать, когда заходят на такие объекты. И поэтому это, наверное, урок и Белалову в том числе. Раз он подписался на инвестиционный проект, наверное, к сожалению, он должен был ожидать, что, может быть, чуть больше придется тратить своих денег. Он же инвестиционный проект. Он же тратил негосударственные деньги. Правильно. Смотрите, тут еще... Вот в этом вся загвоздка. Получается, что у нас же почти практически все спортивные объекты строились. Ну, не все там сколько их... Ну, практически, да. Практически все спортивные объекты — это деньги инвесторов. Это негосударственные деньги. То есть государство с этого не теряет? Ну, а как оно может потерять? Конечно. Там, к Белалову, был только в сроках. Якобы, что вот то, что там не вовремя открыли его и так далее, что действительно, несмотря на то, что там проводились соревнования, они должны были проведены быть еще на полгода раньше. Хотя они уже были проведены летом. Прошло. Вот летом, которое было это, уже там проводились соревнования. В августе месяце я сама видела, они прыгали летом. Знаете, что с трамплина можно прыгать и без снега. Поэтому это уже все было. Просто он должен был эти соревнования провести еще чуть раньше. Вот. Но это вопрос и, наверное, к многим другим там, да, и, наверное, условия, в которых... То есть, знаете, в эксплуатацию объекты сдаются вот по ходу в том числе, да. Там есть нюансы. Просто секреты, которые там нельзя, может быть, говорить. Почему не вводятся все там объекты в эксплуатацию по полной программе? Есть нюансы. Говорить не смогу. Это наши секреты как раз нашего дальнейшего успеха в Олимпийских играх. То есть не все открытые площадки будут. Да. Ну, это и должно быть так. Так и должно. Знаете, превалирующее мнение и в том числе... Открыто я имею в виду пока, в ближайшие 3-4-5 месяцев. Да, я поняла. Вот превалирующее мнение на наших дискуссиях о том, что в принципе проводить Олимпиаду в субтропиках — это верх жадности, это способ отмывания денег. Неужели у государства не было других вариантов... Не было. ...как люди все равно пометуют о том, что было в Анкурии. Б. Мы сможем там, прости господи, опозориться. Если вдруг там не случится каких-то катаклизмов природных, то мы не сможем подготовиться, организационных. Если не случится этого, то у нас там какой-нибудь снег и дождь пойдет, объекты не будут готовы. И все об этом думают и говорят, ребята, зачем нам это вообще? И культурно мы тоже никак себя не проявим. В общем, потратим деньги за зря. Если говорить про само Сочи, и я тоже говорила с разными жителями Сочи, понятно, что никому не может нравиться то, что происходит. Ну, строительство, да, ты живешь в строительстве там уже сколько лет. Но когда все это закончится, понятно, что Сочи будет совершенно другим городом. Вот те дороги, которые там построили, те инфраструктурные объекты, не спортивные, а инфраструктурные такие масштабные, те же водоочистные сооружения, когда в море вся грязь шла прямо из города. Когда все это будет уже цивилизованно закончено, я не знаю, сколько лет бы город Сочи ждал вообще вот такого изменения своего облика. Лет 50 это точно. И точечно бы решали какими-то там маленькими вливаниями. Да, там, например, дорогу одну строили, которая была запланирована еще в Советском Союзе лет 40 назад, начато, брошено, а сейчас ее действительно сделали. И так далее. Многие вот эти развязки, объездные пути, скажем, дороги, дублеры и так далее. То есть этого, конечно, бы ничего Сочи не получил еще очень много лет. Для чего это нужно? Вот я, например, все равно человек советский, и я вспоминаю Сочи как один из самых лучших курортов Советского Союза. И мы понимаем, что Сочи был всегда летним только городом. Сейчас Сочи становится сезоном, городом четырех сезонов. То есть вот, пожалуйста, да. И, например, ты можешь жить в горах даже летом, и за 20 минут ты уже на море. Очень мало городов в мире, которые, например, там тоже себе могут такие позволить вещи использования. Вопрос цены строительства этого города. Мы же это говорим для привлечения в дальнейшем и использования. Это же все не исчезнет. Я понимаю, но на эти деньги можно было построить такой прекрасный курорт в Сочи, в Адлере, и где-нибудь еще в Краснодаре, и еще весь Тавропольский край выстроить. Слушайте, ну на самом деле мы понимаем, что все равно это были бы какие-то такие, ну опять точные вопросы, да. Но здесь мы масштабно решили задачу очень глобальную, создание очень замечательного, современного. Кстати, знаете, что, вот все забывают, почему еще произошло удорожание достаточно. Дело в том, что это единственный сейчас там город в России, который адаптирован к людям с ограниченными возможностями. Во всех отношениях, в аэропорту, в дорогах, в 1800 объектах, на которые этим людям есть доступность. Это уникальная возможность для страны, потому что мы же проводим еще и параолимпиаду. Да. И вот город Сочи становится возможностью для людей, которые сейчас с ограниченными возможностями паращищники никуда не могут в России поехать отдохнуть. Они в Сочи теперь, в Адлер, могут приезжать отдыхать. И для них есть все условия. Вот это немаловажно для нашей страны. Вы считаете, что это как наследие можно оценить в том числе деньгами? Да, это момент такой. Люди сидели дома, они понимали, что они куда-то приедут, вообще отдохнуть не могут. А если это человек еще с детьми и на инвалидной коляске, так у него вообще шансов нет. А насколько это будет доступный отдых в том же Сочи? Он всегда, вспомните советское время, я тоже, оттуда же в Сочи поехать, это очень дорого. А я так понимаю, что то количество гостиниц, которые построены, они должны быть конкурентными, и, соответственно, они должны быть заполненными, и, значит, цена должна быть уменьшена. Как? Ну, никто не поедет, они просто все прогорят. Значит, они должны снизить цену, они должны смотреть опыт Турции, Египта, и делать такие же условия, сервисы. Да, наверное, не будут сами сочинцы, возможно, работать, это будет, как и во всем мире, какой-то привоз рабочих на время сезона, топового сезона и так далее. То есть, конечно, это вопрос уже дальнейшего использования, и я считаю, что это создаст конкуренцию, которая позволит снизить цены в Сочи, и люди опять туда поедут, и море, надеюсь, будет к тому моменту чистое с тёплыми сооружениями. Светлана, еще один вопрос от Романа на нашем сайте. Можно ли надеяться, что после Олимпиады в Сочи чиновники в других регионах наладят инфраструктуру? Сочи будет как такой паровозик, как локомотив, который потянет за собой. В это вся надежда, и, конечно, и в том числе же вспомните, Олимпиада 80 также дала по всей стране очень серьезный такой рывок для строительства инфраструктуры, потому что именно тогда, в 80-е годы, вообще по стране строилось очень много объектов, и к Олимпиаде в регионах строились, и, соответственно, как сейчас. И я уверена, что здесь нам надо уже переходить только, единственное, дайте вот так понимать, вот это мое убеждение, я считаю, что это должны понимать все чиновники на местах. Хватит строить сумасшедшие дворцы. Надо строить инфраструктуру доступную, более дешевую, и в такие тренировочные арены. Есть в регионе дворец для проведения чемпиата мира или чемпиата России, уровня такого. Все, закончили на этом, не надо в каждый маленький город тянуть какой-то там сумасшедший дворец, и, конечно, мы понимаем, зачем, да, и у людей возникают вопросы, зачем вы дворец строите? Ну, на ФОКе же за 10 миллионов, там, 8 миллионов рублей, ты же не заработаешь только денег. Вот чтобы у людей этого не было, чиновникам на местах надо искать сейчас дешевые, очень доступные ФОКи, тренировочные, на которых будет заниматься действительно огромное количество детей, но для этого не надо проводить там чемпионат мира. Вот это надо убеждение своей головы уже выкинуть, да, то есть не надо в каждый маленький город тянуть и думать, вот когда-нибудь через 40 лет ко мне приедет чемпионат мира. Забыли вообще. А насколько этот ФОК будет долгосрочен, потому как если ты покупаешь или строишь быстро и дешево, то это не всегда качественно? Тренировочный ФОК может быть построен качественно, и сейчас есть технологии, и весь мир идет по этому, и никто же не строит такие феноменальные дворцы. У нас вот сейчас есть Сочи, у нас есть там в ряде городов, столицах, где строят действительно очень такие стационарные, мощные, там, наверное, надеюсь, на года, да, такие объекты. А все остальное может быть более из других конструкций, очень современных, очень хороших, и, кстати, дешевых. И легко возводимых. Ну вот тоже народ включился в дискуссию, но у вас противники, Светлана, хочу вас расстроить. Да, я не уверена, что успеем все построить, стадион «Зенит» в Питере, как пример, сколько миллиардов ушло, что, да, построили, только развалится все это через год. Я не знаю, там, да, я реально не экспертиза, чтобы говорить, там, развалится это через год или нет. Надеюсь, что все-таки нет, потому что технологии-то используются современные уже. Почему, например, тоже удивляются, почему быстро, почему вот так? Так, технологии другие, наверное, там, лет еще 10 назад, да даже 5, это, возможно, было, там, невозможно, да, то сейчас все-таки уже совершенно другие материалы, и говорить, что это, там, развалится через год, ну, я бы, наверное, так не говорила. Посмотрим, давайте вот говорить, вот знаете, как сейчас появляются там новые технологии в строительстве дорог. Я у человека спрашиваю, вот замечательная у вас, правда, очень красивая, прям идеальная технология. Я говорю, сколько срок годности? Он говорит, ну, гипотетически ученые проверили лет на 50. Ну, кто, я же тоже не могу, говорит, гарантировать, как это там, да. 50 лет никто это не тестировал. Поэтому, конечно, все дают гарантию, там, 50 лет, а что произойдет, тут, я, правда, сейчас скажу, что, да, через, там, год не развалится, а потом что-то произойдет, да, я не знаю, подзарвут, там, стену какую-нибудь. Слушайте, вот меня, честно говоря, я слушаю вас в течение целого часа, вы очень заражаете оптимизмом. Вот вы почему-то во все, вот хочется вам верить, да, там все будет хорошо. Это ваша действительно личная такая позиция? Или ввиду того, что вы депутат, и вы обязаны быть на стороне государства, вы так себя сейчас позиционируете? Это моя личная позиция, и я, к сожалению, что, да, там, наверное, МОК пока не изменил правила, потому что по уму я бы сделала, если бы, конечно, это было разрешено правилами МОК, в Сочи мы бы провели всю горнолыжную историю, с лыжной, горнолыжной, вот все это фристайл, а там остальное все можно было бы там, грубо говоря, там в какие-то другие города, тоже в побережье отправить какие-то объекты, может быть, что-то там в какой-то части другой России, ну, там, например, юг России, был бы там весь увлечен Олимпийскими играми, но нельзя. Вот что самое страшное, что мы почему не смогли это сделать в каком-нибудь заявице, например, в Красноярске или в Челябинске, да, потому что вот то количество объектов, которые останутся сопутствующих, гостиниц, вот этих объектов ледов, они, особенно гостиниц, они не будут востребованы в этих регионах, вот то количество людей, которые должны приехать на Олимпиаду и жить в гостиницах, в этих регионах не будет востребовано. А в Сочи будут? А в Сочи будут, это же курорт, туда все равно ехали и едут, это будут современные гостиницы. А кто мешает в Челябинске сделать горнолыжный курорт и построить трамплин? Оно и сейчас, но просто дело в том, что не будет такого количества заполненных гостиниц, которые потом, ну, просто вот будут непонятно зачем будут использованы. Поэтому и там логистически это все, конечно, сложно. И, Вагрю, вот МОКу пора изменить правила, вот эти 100 километров, минимум, максимум 100 километров между объектами, к сожалению. Вот когда они изменят, тогда, наверное, и, кстати, на две страны я бы говорила, мы, например, могли бы с Грузией, возможно, провести совместную Олимпиаду, ну, к примеру. Но Европу-то провели чемпионат футбольный, да, на две страны. Да, можно было бы такой опыт использовать. А я говорю, потому что для Европы сейчас, с экономической точки зрения, Олимпийские игры было бы уже выгоднее проводить на две, на три страны. Светлана, остается у нас 15 секунд. Олимпиада в Сочи, это будет наш триумф или вы опасаетесь чего-то? Я уверена, триумф. Спасибо, у нас была оптимистка все-таки. Депутат Госдумы, спортсменка Светлана Журова. Увидимся и услышимся через неделю.